Всем привет, я Екатерина Шумила, вы смотрите блог на Политека Ньюс. Ситуация в мировой экономике остается напряженной после обвала нефтяных рынков. Вчера цены на нефть обвалились на 30%, что вызвало обрушение мировых бирж и ряда валют, в частности рубля. Это стало следствием нефтяной войны, которую развязала Россия и Саудовская Аравия. Давайте подробно разберемся, что произошло и как эта ситуация затронет экономику Украины и в частности гривну. Организация стран-экспортеров нефти, сокращенно ОПЭК, хотел сократить объем добычи нефти на фоне распространения по миру коронавируса и опасений в связи с этим размаха полноценного глобального финансового кризиса. Однако Россия не согласилась на условия этой сделки. Различные источники сообщали, что Россия не захотела сокращать объемы добычи, так как хотела воспользоваться ситуацией и в условиях низких цен нарастить свою долю на мировом рынке. Во-вторых, нанести удар по американским сланцевым нефтяникам, для которых низкие цены крайне невыгодны из-за более высокой себестоимости нефтедобычи. Саудовская Аравия, неформальный лидер ОПЭК, в ответ на российский Демарш заявил о снижении цен на нефть для своих клиентов и намерении максимально увеличить добычу. В результате всего этого цены на нефть рухнули. Стоимость барреля марки Brent 9 марта снизилась сразу на 30% до 31 доллара. Это падение наихудшее с 1991 года. В итоге сегодня торги на московской бирже начались со стремительного падения курса российской валюты. Рубль, ослабленный коронавирусом, окончательно подкосил срыв переговоров с Саудовской Аравией и составил 75 рублей за доллар. Ну а Украина к кризису не готова, так что будет пожинать последствия вместе с остальными слабыми, неэффективными и зависимыми от внешних факторов экономиками. Гривна уже начала падать. Сегодня курс доллара на черном рынке превысил 26 гривен. Для нашей экономики и гривны подобные потрясения могут иметь серьезные последствия. Во-первых, вслед за ценой на нефть, как правило, идут вниз цены и на другие сырьевые товары, в том числе и те, что экспортируются Украиной. Во-вторых, падение цены на нефть углубляет мировую экономическую турбулентность, а значит инвесторы будут шарахкаться от любых развивающихся рынков, в том числе и украинского. А это очень прямой и очень сильный удар по пирамиде ОВГЗ, на которой в последние годы покоилась стабильность нашей любимой гривны. Тем более, что иностранцы уже начали сбрасывать облигации Украины еще до Черного понедельника. А еще и американский инвестиционный банк Morgan Stanley помог нам в своем аналитическом отчете и посоветовал своим клиентам продавать облигации Украины. Цитирую. «Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украины 2030 и покупать облигации Египет 2031». Вообще, западные партнеры после отставки правительства и прихода обновленного Кабмина во главе со Шмыгалем сильно занервничали и не перестают высказывать свои опасения по сотрудничеству с Украиной. По их словам, Кабмин потерял нескольких реформаторов, в частности, Морган Стэнли прямо упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Поэтому они хотят увидеть способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ. Также банк сомневается в том, что Украина не будет завышать социальные расходы после заявления о Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсии. Цитирую, «Перед выделением нового транша по программе МВФ, кроме концепции рынка земли и банковского закона, захочет увидеть также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в приговорах». Также им не очень понятно, с помощью каких инструментов наше правительство собирается ослаблять гривну. Много вопросов у наших западных партнеров и к новому министру финансов Игорю Уманскому, который в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ. Все это создает значительные риски для обслуживания внешнего долга Украины, по которому в течение этого года, я напомню, нужно заплатить 17 миллиардов долларов. А сотрудничество с МВФ, как мы теперь понимаем, под вопросом. На этом фоне снова стали ходить слухи о дефолте. Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский написал в своем фейсбуке, что Украину ждет дефолт уже в мае этого года, поскольку МВФ отказался предоставлять нашей стране новый транш. Однако позже удалил этот пост, так что интересно, будет дефолт или нет, и есть ли хоть какая-то программа у нашего нового правительства в случае, если кризис уже нагрянет в Украину. Напишите в комментариях, боитесь ли вы кризиса, возможно, вы уже покупаете доллары или наоборот продаете. Нам очень интересно, и Политека Ньюс будет дальше следить за ситуацией. Не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить.